Всем привет! Вы на канале Кокушоу и сегодня мы покажем обалденно вкусный рецепт свиных ребрышек, жареных на углях. Но, кроме этого, такой будет лайв-выпуск. Во-первых, начнем с того, что сезону конец, в Ханты-Мансийске мы все-таки на севере, здесь я попробую еще выскочить по раз утром, но возможно такого видео и не появится, поскольку что-то у меня нет такой какой-то уверенности, что что-то будет. Очень холодно, лужи уже замерзли, я так предполагаю, что через неделю уже можно будет попробовать выбраться на лед, через две точно я попробую, начну сезон с ротанов, ну и далее по котлованам, по всем разливам, где можно поймать щуку, поставить жерец или просто хорошо половить. Так что в будущем готовьтесь уже к зимней рыбалке. Что по сегодняшнему дню? Во-первых, почему такой сегодня у нас лайв-выпуск? Так, хочу подметить, что в этом году, учитывая, что есть ребенок, все мои выезды состоялись просто в бешеном ритме, я забегал в гараж, хватал все оттуда, потом так же закидывал, начиная со входа, и там полный просто сраченник. Поэтому готовку сегодняшнего блюда мы переносим именно в гараж, поскольку на улице еще ветер сильнейший, холод, в гараже приготовим обалденно вкусный рецепт ребрешек свиных на углях. Сейчас приглашаю вас к себе, увидите, как это все выглядит, я буду потом в процессе убираться, но и самое главное, конечно же, вкусняшки, и еще что-то покажу, что я купил. Па-бам, погнали! Знаете, в свое время на MTV были такие выпуски, где к звездам ходили по их домам, но у нас тут нечто другое, здесь, ну вот здесь-здесь. Короче, смотрите, это значит коврик от надувной лодки ПВХ, сушится после последней рыбалки, просто брошен сверху, чтобы просохнуть, потом типа его свернуть, но как вы видите, так все и осталось. Ну и вообще в дальнейшем, посмотрите, это вот стол, типа стол для того, чтобы аккуратно на нем делать всякие штуки. Опять же, это с последнего выезда, с приключения на Обь, просто я волокушу занес, кинул, и надо было бежать, там уже звонят, говорит, ребенок кричит. Ну и так далее, как вы понимаете. Как вы понимаете, мы имеем полки, это мои самодельные полки из поддонов, которые абсолютно пустые, но при этом, па-бам! При этом, здесь у нас лодка и куча вещей в прицепе. Все валяется, все вот так вот оставлять нельзя, и вообще вот в таком режиме саму неприятно, поэтому мы сейчас будем все исправлять. Но начнем с чего? С мариновки наших ребрышек. А, кстати, давайте я похвастаюсь одним обалденно классным приобретением. Так, вы просто посмотрите, что я купил. Это, товарищи, автономный отопитель, автономный отопитель, и он у меня пойдет в лодку. Вы не представляете просто какой это кайф кайфушистый. Вот его бензобак, он работает на дизеле. Ну, любой дальнобойщик знает, что это такое, но это, грубо говоря, тот самый сухой фен, который, или автономный отопитель, который дальнобойщики пользуются, когда стоят на стоянке. Здесь находится он, патрубки, трубки, все есть. Опыт, как это ставится, есть у моих знакомых, так что мы установим это в лодке. Будем стоять под панелью в казанке, и когда ты будешь двигаться, в ноги будет дуть горячий воздух. Когда закрываешь тен, в такую погоду можно спокойно сделать плюс 20, плюс 22. Постелить там вещи, ну, у меня, если снять сидение, можно поставить раскладушку. Короче, вы поняли, можно очень-очень с комфортом отдыхать. В этом году это уже не понадобится, я только сделаю установку. В следующем году весенняя охота, когда еще будет местами лежать снег, будет холодно, у меня в лодке невероятно будет тепло, поэтому всех приглашаю в лодку. Так, ладно, сейчас я уберу со стола и приступлю к мариновке, поэтому встретимся уже при нарезании ингредиентов. Будет, ребята, вкусно, это я вам прям гарантирую. Так, сейчас только разберем, все по местам. Товарищи, продолжаем наше изыскание кулинарное в гаражной. И сейчас хотел вас познакомить с ребрышками. Это не простые ребрышки, это была грудинка, где, знаете, ребра и сало, вот это все, вот это все, вкусняшка. Я ее купил, кстати, очень недорого. И хотел обратить внимание, вообще всем, хотел обратить внимание всех, чтобы они посмотрели внимательнее, потому что грудинка с ребрами стоит значительно дешевле, чем ребра отдельно, и отдельная грудинка, вот просто, который сальный кусок для посола. Дешевле практически в два раза, поэтому это оказывается лайфхак. Так, значит, я срезал сало потоньше, а большую часть мяса оставил на ребрышках. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот, наши ребрышки, это просто вот такие кусмаки мяса сального, короче, очень нежного мяса с прослойками сала. Теперь, что мы делаем? Мы, вначале вам покажется, что все, вообще ничего необычного нет. Мы сейчас-то замаринуем луком, солью и перцем, часа на полтора. Потом начнем готовить, но там произойдет то самое, которое мы сейчас даже хоть и будем делать, но вам не покажем. Это покажем именно в тот момент, когда будем уже готовить. Чтобы было... Таинство. Таинство, да, таинство, большинство осталось до конца. Сейчас ничего хитрожопого, просто режем много лука, который можно резать крупно, поскольку в готовку он не пойдет, он сегодня будет применяться чисто как маринад. Нарезаем, наша главная задача от лука получить, кстати, это его сок. То есть не лук, как вы там думаете, может быть там лук, а только сок. Короче, может кто не знает, есть натуральные маринады, такие как кефир, допустим, лук или помидоры, томаты. Мы используем лук, потому что в отличие от томатов, лук сильно не меняет изначальный вкус, основной вкус. То есть мясо остается мясом. Не знаю, лук почему-то не оттеняет это ничего. Так, берем лук в свои грязные, как Вера тут сказала, говорит, гараж, это прямо, как ты выразился, антисанитария, в общем. Я говорю, так это как на природе, то есть пойти их готовить в гараже, это самое близкое к тому, как пойти готовить на природе, даже не на даче. На даче все равно вода под рукой, можно помыться, все в гараже, все не так. В гараже должна быть антисанитария, она как раз дает тот самый оттенок куста. Так, ну что, берем лук и мнем его. Вот смотри, чувствуешь? Это вот, я вот как говорят, из камня сока, я из лука. О, силенки. Сок давлю, ох, глаза охренели. Говорят, чем жестче лук, тем вкуснее в итоге сам маринад и мясо. Я, если честно, видите по глазам, я просто плачу от такой удачи, которая нас постигла с покупкой лука. Ой, господи, мои глаза. Еждрек, бокалёшки. Фу. Жесть, как жалко лук. Солюшка. Солюшка. Так, ну, посмотрите, как насыпется. О, я не могу приблизиться. Облапить буду использовать слово. Можно такое использовать слово? Облапить мясо. То есть луковый сок должен облапить мясо. Вот так вот. Фу. Господи, это жесть какая. Это просто какая-то жесть. Что-то переборщил лук, это жесткость. О, мне так жаль. Так жаль, что сезон рыбалки пришёл к концу. Рыбалки пришёл к концу. Я просто печален. Короче, на полтора часа забываем. Сейчас накрою пакетом, чтобы не умереть. Так, по просьбам частюль создаём незатейливый умывальник. Потому что частюлям всё-таки нужно санитария. Как мы это делаем? У меня продаётся в хозяйственных специальная штука умывальник. Она под размеры 5-литровых, полторашек, ну, 5-литровых. Ну, это стандарт. Мы сейчас её накручиваем. Сейчас, подождите. Как это? Секунду, секунду. А, брюки превращаются. Брюки превращаются в элегантные шорды. Ой. Вот. Ага, проверяем. Оп. Не течёт. Так, теперь мы его разместим, давайте, в таком месте. У меня там снизу яма, там всё равно в ней вода в яме. Поэтому я ничего плохого себе не сделал. И сделал весь этот, чуть-чуть подолью. Оп. Вот так вот мы сейчас это дело и оформим. Так. Так, ну вот. Теперь. Вот. Таким, значит, естественным образом мы будем... Сейчас, подождите. Вот. Вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, чтобы экономненько расходовать воду. Ну, вы поняли. Короче, мыть руки. Всё. Пусть здесь будет. Вера, нормально? В таком вот акцепте. В таком вот акцепте. Мыло там сейчас поставлю сюда. Вот мыло взял, хоп-хоп-хоп, помыл. Всё. Пусть будет. Тут нужно музыку добавить. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ты туда, туда. Давай, левее. Пам-пам-пам-пам-пам. Люди думали, наверное, что они уже тут убрались. А в реальности они только это... Ничего не делали. Давай. Но этому есть объяснительная причина. Объяснительная причина заключается в том, что нужно было замариновать. И пока полтора часа маринуются, как раз уборка. И поэтому это просто правильное управление временем. Кстати, скорее всего, сейчас всем абсолютно максимально интересно, куда же мы дели сало с ребрышек. Я вам скажу, мы его приготовили по обалденному, моему вкуснейшему рецепту. Моему вообще-то. Ну, плюс-минус. В общем, вот рецепт сала в банке. Мы этот раз его ещё раз уже делали. Попробуем. Оно, конечно, очень вкусное. Но потом, если будет время, обязательно покажем. Хотя, если только это, оно останется. Всё. Ну, погнали убираться. Ну, теперь я её по транцевой доске прям выложил. Даже на заводе так не умеют. Да? Ну, ты понимаешь? Ну, вот. Даже чуть-чуть ещё с боков поджимать. Ну, что за идиоты? Блин, ну прям ругаться хочется. Просто. Просто. Толпа. Дебилов и идиотов. Опа. Я поэтому весь год её вообще не складываю в сумку. Потому что просто не вижу сумку. И вот. Нет, смотри. Ни хрена. Не лазит. Вам что, сложно? 10 сантиметров материала добавить. Ну, что я скажу. Пусть работают с рекламацией. Как думаешь? Ну, да. Ну, да. Надо домой забрать. Точно? Битвах тренете. Точно. Чистотень. Так. Поберегись. Точно. Вместе сказать. Чё там я прохожу? Да. Ничего не сбил? Ещё нет. Стоп. Хватит. Всё? Да. Всё, выходи оттуда. Чужина целая. Всё. Так. Ну вот. Мы получили огромное пространство для синебодства. Чё это? Для нужных гаражных дел. Мужичайших. Так, ну всё. Прошу. Сейчас я подмету. Тут всё будет чисто. Вот. Давай, давай. Вот сюда вот. Разгребаем другой угол. Да. Осталось, конечно, разгрести вот эти вот низы. Маринование продолжается. всё здесь. Вон оно всё. Там, в соку. Короче, ладно. Грибу и готовим. Грибёшь? Ой-ой-ой. И чё вы тут оставил? Это на развод. Сально-мясные косточки. Да, Италь? Как ты там говоришь? Сально-мясные косточки? Нет. Ну да, сально-мясные точно, да. Так. Готовить мы будем вот на нашем скворче. Это такая штука. Типа гриля. Ну, почему типа? Это есть гриль. Он небольшой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что я тут забыл сделать? Ага, вот. Вот, ага. Сейчас я вынесу его на улицу. Чего-чего? Давай я разжигаю уголь. Ёшки-потовушки. Несправедливо. Видишь? Вот. Сейчас поставить мясо это его считаешь сжечь. Потому что температура я даже руку не могу подкащить. Слишком высокая. Это ядрёшки-покорёшки. А! Что ж ты? Что жёстко? А? Хотел потереть, пошёркать. Ага, пошёркать. Палку-убивалку надо длиннее. Размер имеет значение. В этом случае короткая палка-убивалка обжигает носителя. Ты глянь, какую я палку, копалку нашёл. С помощью такой. Хопа! Я точно смогу ковыряться в углях и не обжечься. Чё ты? Фэйл! Ты прям кунг-фу-панда. Я даже могу отсюда смотреть. Кунг-фу-панда в начальной стадии. Да, дело не в этом. Я же с 90-х. Мы же все по Брюсу-ли уграли. Черепашки-ниндзя. Эй, Шредден. Всё. Не знаю, что с этого. О, господи, я не управляю этим процессом. Ну, вообще, вот так вот. Ну, почти. А ты и так не умеешь, детка. И ушёл в закат. Это же 90-е. Тогда же, блин, я как помню, у нас с Вовкой короче, попался журнал, даже не помню, каким образом. И это был журнал карате. И посвящён он был чемпионату мира по карате в Будапеште. Я прям помню. И там, казалось бы, ну, это же элементарные какие-то удары, да, блоки. Но тогда это казалось каким-то откровением. Типа, а там на фотографиях типы стоят такие. И один такой, блокирует. И мы такие, вставай, вставай. Такие, господи, мы открыли истину. И мы с этим знанием на улицу. Эй, ты иди сюда. Нет, не так. Эй, иди сюда. А, и все. И мы, короче, прям... Пиздецик получили. Но было прикольно. Начинающий каратистый. Да ты чё, я же крючу прям, верочу. А где помидоры? Я их съел. Ну, нет помидоров. Помидоры сейчас пластиковые. Помидоры, кстати, опять же, мы же в День Советов. Покупаешь в магазине, хранишь дома примерно дней 5, и тогда они превращаются более-менее настоящие. Купить в магазине помидоры и принести, это значит просто пластиковые фрукты. Ой, овощи принести. Сейчас угли покрылись слегка белым пеплом, но не полностью. Немножко они слишком раскалены. Но это и нужно для нашего рецепта, поскольку мы сейчас не делаем их до полной готовности. То есть ребрышки не будут готовы в тот момент, когда я их вытащу в первый раз. Кстати, у нас есть лопатка переворачивать их? Сомневаюсь. Так, ладно. Вилки. Ладно, вилками будем. Ну, еще погнали. Запечатаем мясо? Да, по сути, сейчас произойдет, да, как раз то самое, скажем так, запечатывать. Поэтому высокая температура здесь пойдет на пользу. Главное, пока я от лука очищаю, чтобы... А, ладно, чего сильно очищай? Пусть немножко лука останется, да? Ну, его потом можно убрать просто. Конечно. Да и жареный лук, мне кажется, сильнее. Не, он скорее всего сгорит, но убрать его несложно. Так, ну ладно, дальше скрывать уже нечего, говорим, как есть. Мы сделаем глазировку для ребрышек. Она будет сделана на основе соевого соуса, поскольку в соевом соусе есть сахар, то есть она карамелизует. Дальше будет использована горчица, чтобы добавить оттенок вкуса такого горчичного. И, в-третьих, здесь будет мед, для того, чтобы добавить еще сладкого оттенка. Так вот, здесь холодно, мед и так застывший, и тут холодно, его размешать будет невозможно. Поэтому соевый соус и горчицу мы нагреем слегка, то есть мед добавим туда же, будет нагреваться на горелке, и будем помешиванием сразу же все приводить к единой концепции. Ой, консистенции, елки-голки, концепции. Все, все заставило. Все, лидим, все, лишнее не будем перегревать. О, да ты как циркач настоящий. Или как там? Ну да, это как-то огнеглотатель. Ага, точно. рука. Тепло ли тебе? Да, мне тепло. Все. Теперь берем вот эту смесь и заливаем нашу вкусняшку. Так, залили, взяли и начинаем активно заниматься вмешательством, перемешательством. прям тщательно. Какой запах. Запах, конечно, да, запах, если честно, бомбезный. Я думаю, что надо взять 10-10 ложек. Тем самым увеличить кратно количество грязной посуды. перемешиваем прям тщательно. А еще то, что останется в чашке, я потом буду ложечкой просто поливать поверху ребрышек. Личным не будет. И еще очень важный момент. Сейчас наличие такого огня недопустимо. Поэтому во-первых, будем тщательно следить, во-вторых, мы сейчас чуть-чуть подождем, чтобы угли точно уже прогорели и там были уже такие еле как. Ну, такие, чтобы томили, но не сжигали. Вкусняшки. Что делаешь, шеф? Я придумал гениальный способ как одновременно и затушить огонь, который там планировался начаться и дополнительно придать вкус нашему блюду. просто полить его. Так что мы сейчас делаем то же самое, если что-то там захочет в итоге. Карамелизуется? Да, смотри, красивый цвет какой. Смотри, смотри. О, тут прям сильно, конечно. Но это не столько сгоревшие, говорю, это именно что сахар, вот он такой оттенок. Так-то высота-то большая. Короче, мы снимаем ребрышки. Вера, сейчас утверждаю, что выглядят они ужасно. Но это все, ребята, от лукавого. Потому что по-настоящему, за счет того, что мы их покрывали медом, еще и поливали этим медом, раствором меда, конечно же, сахар горит при температуре. Можно было температуру снизить очень-очень вниз, но тогда бы они прожариваться, не знаю, как стали. Они бы тогда тушились, они прожаривались. Поэтому, ребята, если вы используете мед или сахар, в итоге вы получаете вот такую корочку. Ничего страшного в этом нету, все очень вкусно. Так, ладно, идем пробовать. Такой вот натюрморт. Точно. Ну, товарищи, давайте снимать пробу. Ведь все ради этого. Так, у нас здесь ребрышки карамелизованные или карамелизированные. Ну, наверное, так. Они сначала обжаренные, напомню, в луковом соусе, в луковой соке замаринованные с содью и перцем. После этого обжаренные, как бы, чтобы прихватили. И затем мы приготовили соус из соевого соуса, меда и горчицы. И там это все обдали. Затем обжарили вновь. Только теперь на более умеренном огне. Ну, товарищи, как это сейчас? Карамельные ребрышки. Мы запах вам скажу бомбезный. Ну, давайте так, у ребрышек всегда запах бомбезный, но, блин, сладенько. Да, вкусно. Ну, как я тебе приготовила? я молодец. Это обалденно вкусно. Да, просто невероятно вкусно. Сочно. Это слово. Очень сочно. Вкус такой необычный. в нем сладкие оттенки. Горчицу не чувствуется, но понимаю, что что-то есть от горчицы. Видать, какая-то не горечь, какой-то оттенок, что ли, вкуса. Пряность. Да, пряность ее. Очень вкусно, короче. Давай заканчиваю видео, а то я с линями подавлюсь. Это действительно блюдо, которое стоит готовить для того, чтобы удивить гостей, а не просто обычные шашлыки или что-то подобное. Это бомба. Ну, господа, хочу поднять тост, поднять бокал, но сказать тост. Поздравить всех с закрытием сезона. У кого-то еще продолжается, у кого-то более южные районы еще есть возможность. Может быть, повторюсь, и у меня получится. Погода все-таки дело такое непредсказуемое. Может, получится выскочить с утра перед работой, покидать спиннинг, где еще что-то поймать. Хочу сказать, подводя итог, что закрытие сезона, вообще этот сезон очень богатый у меня получился. В отличие от предыдущего и до этого рыбы поймано просто количество невероятного. Я ее и дарил, я ее развозил. Рыба хорошая, качественная, большая, крупная. Я действительно очень рад этому сезону. Рад покупке казанки 5М3, рад покупке надувной лодки, вот, который тут впихивал, который сумку гады не могли сделать чуть побольше. Мотор, рожды их с 9.8, Ямаха 30, которая на казанке. Все, все это вкупе дало те результаты в итоге, у те уловы, которые вы видели. Ну и охота в том числе, потому что на охоту мы также двигались на лодке по реке. Ну что, товарищи, поздравляем нас, поздравляем вас, всех закрытием сезона и открытием заодно нового, зимнего, поэтому все впереди. надо бы закусить, но не буду, чтобы вы дальше с лунями обходились, поэтому всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok